Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военно-операцию на Украине. Противник несет значительные потери. В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделения осталось только 30 военнослужащих. В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантный бригад Вооруженных сил Украины критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих. В районе населенного пункта питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвезти остатки подразделения в город Харьков. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 4 пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев. Также поражены живая сила и военная техника вооруженной силы Украины в 32 районах. База ремонта техники вооруженной силы Украины в районе Лисичанска, 8 складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакина Николаевской области. В рамках контрабатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 39 пунктов управления, 6 складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделения самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216 районах. Оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкой Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М-1». Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Хветневое Херсонской области и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Архангельской Николаевской области. Также сбиты 9 украинских беспилотно-нетательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселая, Ильичевка, Шестакова, Питомник, Лепцы, Терновая, Сулиновка Харьковской области, Томино-Балка Херсонской области, Стаханов и Кантемировка ДНР. Кроме того, перехвачено 7 украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Пескер-Радьковский, Капитоловка, Червоный оскол Харьковской области, Тягинка, Новоконтакова Херсонской области и 8 реактивных снарядов системы залпового огня в районах Каменка, Брашковка, Харьковской области, Крымки, Новоселовка, Яровая, Донецкой народной республики и над островом Змеиный. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитно-ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники.